Я как-то смотрел ролик про животных, и там леопард атаковал обезьян. И вот он бежит на стаю обезьян, и в него влезается огромный такой самец. Обезьян начинается драка, подключаются другие обезьяны. Но вот тот самец, он был вождем, он был главой стаи, и в древности лидерами были именно такие вожди. И они не были белыми и пушистыми, но они были реальными, сильными, самоотверженными защитниками. С тех пор понятие «политический лидер» деградировало до уровня обманщиков и воров. И вот, пожалуй, впервые за последние десятилетия в европейской цивилизации, в частности в России, появился реальный лидер. Возможно, есть и другие лидеры, но это невозможно проверить. Сейчас можно бросить камень в любого российского оппозиционера, в любого либерала за рубежом и сказать, что он ангажирован, кем-то заинтересован в чем-то меркантильном. Но после того, как Нарвальный вернулся в Россию, пренебрегая риском сесть в тюрьму, после того, как он вел себя в тюрьме, что он не пошел на сделку, он боролся на каждом шагу, он был лидером и для заключенных, и для тех, кто остался на свободе. И в конце концов, как он погиб, это говорит о том, что действительно проявился реальный лидер. Кто же его убил? И какой режим на глазах у всего мира? Внимание всего мира было к нему приковано именно потому, что он особая личность, именно потому, что он реальный лидер. И вот где же такой лидер, родившийся в европейской цивилизации, где же такой лидер погибает? Мне кажется, что сейчас в России должен произойти очередной раскол. И даже зевпатриоты, увидев, что сделали, с нехорошим Навальным, проамериканским Навальным, либералом, который хотел развалить Россию и т.д. и т.п. Но он был реальной личностью. И вот убить эту личность, только самый подлый и безмозглый человек может это благословить. И множество тех, кто поддерживал и спецоперацию, и путинский режим, другими глазами посмотрят на русский мир, для которого типично так убивать людей, лучших людей. Сейчас мне больше всего интересно, что о смерти Навального скажет Пелевин. Субтитры создавал DimaTorzok